Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1394. Событие дня. Псалом 73, 34. Подвигнет стопы Твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги Твои среди собраний Твоих. Поставили знаки Свои вместо знамений наших. За 10 октября 2019 года. И обращение о помощи. Чтобы читать, я быстрее буду перелистывать, а вы курсором останавливайте и смотрите. Вот Евгений Еврисков пишет. Молодцы! Больше нигде в России нет такой деревни, чтобы люди так собирались, общались по-доброму, как одна большая семья. Игнатий Тихонович, золотой человек, что смог с нуля поднять, создать такую деревню и найти таких добрых, настоящих людей с большой буквы. Жаль, что наша власть, чиновники дальше носа своего не видят. Хотя можно было бы такой уклад жизни и образования возродить в каждой деревне и взять за основу на государственном уровне. Очень тяжело в наше время сделать что-то доброе, хорошее, нужное для другого человека. Везде, на каждом шагу, препоны. Люди очень много недопонимают в наше время. Раз в сто лет появляются на Руси такие люди, и только благодаря им мы еще живем, и нас держит Бог. Берегите Игнатия Тихоновича, последний живой проповедник, великий человек в наше время. Очень жаль, что это недооценено РПЦ и нашей властью. Вот какие еще панигирики. О монашести я писал вам, что оно доживает в России, да и повсюду данный ему срок. Отживает оно век свой вместе с христианством. Восстановление не ожидая, восстановить некому. Для этого нужны мужи духоносные, а ныне даже водящихся от счастья писаниями отцов, при объяснении их душевным разумом, каков был отец Макарий Оптинский, нет. Правда, и ныне некоторые разгоряченные верхогляды, даже из светских, берутся за поддержание монашества, не понимая, что оно – великая Божия тайна. Попытки таких людей лишь смешны и жалки. Они обличают их глубокое неведение и судеб Божьих, и дело Божие. Такие умницы и ревнители, что не сделают все ко вреду. Заметно, что древние змеи употребляют их в орудия умножения в монастырях житейской, многопопечительности и подьящеского характера, чем решительно уничтожается дух монашества, исполненный святой простоты. Надо покоряться самым попущением Божиим, как это прекрасно изложено в молитве святых у трех отроков, вернутых в печь Вавилонскую. Это все говорит епископ Игнатий Брянщининов, 21 апреля 1864 года. Письмо 50, а то он 8. Ну и дальше сами считаете. Московская патриархия проглотила РПЦЗ с потрохами. Заглонула так, что митрополит Иларион Капрал отрехся от своей паству. Позор! Этим фальшивым документом размахивает отпетые хулиганы и мошенники МП, вроде Дулевича, Дудина и так далее. И только Лапкину умудрились противостать пиратам. Слава Христу! Тройная ложь! Могут релегать епископы. Наталья Усатая. Считай 18 том. И видя, как Господь сделал, чтобы люди наконец-то услышали слова Божии, даже через тройную ложь, избрав Игнатия Тихоныча на такой непростой путь. То, что их община до сих пор есть, и отец Аким служит, и митрополит есть. Это чудо Божие и милость, несмотря на беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Духу Святому! Я все говорю это. Митрополит это Сергий. Это Господь послал нам утешение. Наши Игнатия Лапкина, РПЦЗМП, беседуем в епархии. И пишет. Сильный ролик. Неоднократно пересматривал. Уважение этим священникам Московской Патриархии, что разрешили снять видео. Я поражен. Думаю, что им за это уже попало. Скорее, их владыка все разрешил, но тем не менее. Вячеслав, ждем вас, не дождемся, дорогой наш Игнатий Тихоныч. Для меня это радость великая. Слава Христу! Вот женщина одна себе пишет, Галина Тутбыкова, и как она все это в грехах. И стала горестно со слезами молить Христа о помощи. Так я и вышла на ваш канал. Сама я истину не найду ради Христа. Посоветуйте мне выход. Я осознаю, что меня ожидает гибель, и что на молитве я перед Богом нечиста. Хотела расстаться с парнем, с которым живу, но он не хочет этого. Да и в России меня никто не ждет. Родители оба пьют и скандалят. Проживаю с ним и его родителями вместе. Игнать Тихоныч, вы знаете, Библии и каноны, как никто другой. Молю вас, вразумите меня, не умеху. Приход Христа с каждым днем все ближе. Низкий вам поклон. Благодарю. Тарасян пишет. Я согласен. Не против записи остального. Когда будет вам удобно, чтобы я вам написал. У меня к вам вопросы в виде познания для себя и с вашим учением. Никаких противоречий нет у меня. Знания для себя ищу. Вы многое для меня открыли. Армянин какой-то, видно. И простите, пожалуйста, я не учел ваш часовой пояс. У нас в регионе время московское просто. Простите за занудство. Долгих лет вам, дай Господь. Простите за занудство. Виталий говорит, ему говорят, что ты насочишь, протестант. Мы как торговали, так и будем торговать. Поцелуй Библию, да поставь ее на полочку. Архиерей заперли апостолов, чтобы те не говорили, не слышали бы голос их. Сегодня также дьявол наложил добровольные узы, призвав в монашеские темницы христиан для молчания. Но ангел Господь, наоборот, всех призывает идти и говорит слово жизни. Это хорошо видно из этого стиха. Итак. Капит. 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 Вячеслав пишет. Потому что они оставили служение от слова. От благовестников же дьявол бежит, как мы видим, бежал от апостолов. Вряд ли из них кто с блудным бесом боролся. Мой человек появился, теперь молится, чтобы он вышел на меня. Вот говорит правильно. А потом увидели, он никому не принадлежит. О, говорит, еретик. Наши люди знают как. Сергей Евтушенко, правда эта вещь такая или все, или ничего. Маленько врать и оставаться правым не получится. Максим Каскун только пикнул и сразу в запрет. Жалкие они какие-то пупырышки. Ирина Фауэр, этот про Максимова Георгия. И стакан с водой хлюпает водицу от изжоги. Господи, прости. Наталья Усата. Лучше быть в запрете от служения, чем так нагло лгать и закрывать путь для царствия Божия. Иоанн Златоуз говорит. Руки скоро не возлагай ни на кого же. Не приобщайся с чужим грехом. Себе чистым соблюдай. Что говоришь ты? Другой согрешил, а я буду участником его вины и наказания. Да, говорит он. Так как ты даешь возможность грешить. Как если кто вручит человеку неистовому и безумному острый меч. И безумный совершит им убийство. Вину принимает на себя давший этот меч. Так и тот, кто дает право этой власти человеку, живущему в пороках, навлекает на свою голову собственную весь огонь его грехов и дерзостей. Кто посадил корень, тот всегда бывает виновником того, что произрастет от него. Тот, кто его рукоположил, тот и виновник, и участник в брехах, который сейчас делает этот иерей. Этот человек говорит так, как будто с Игнатием Тихоновичем встречался. А потом дальше увидит, он далеко ушел, говорит, он совсем не такой. Ни разу на святых отцов не сослался. Опять льет ложь на Игнатия Тихоновича. Говорит, что Игнатий Лапкин не православных улиц святых и тому подобное. Ну, что вчерашний день. Десятого намечено было. Октября вернуться и вернулись. Договорились с Андреем Устиновым на нашей газели. А та дорогой дергала, хромала. Что-то там у ней неладно есть. Но доехали. Загрузились под завязку. И привез туда шесть кошек своих. Кое-как их по трем коробкам рассадили. Сергей Птушенко пишет. А что, кто на него не будет лить грязь? Он их систему рушит. А этот священник разве пойдет против своих собратьев по стая? То, что сейчас Игнатий Тихонович живет в покое, в Барнауле. Милость Божия. Сколько их грызли на каждом шагу местные. Да так. Ну и вот. Ехали, доехали. Интересно случилось. В Барнауле уже на Пушкинской разворот. И машина заглохла. Задняя часть перекрывает трамвайные пути. А передняя на асфальт. И подождались, когда маленько впереди машины по асфальту. По дороге по Красноармейскому. А не Красноармейскому. Да, кажется, Красноармейскому это. Вот. Стало получше немножко. Немножко выше из машины. Болодя даже не толкал, говорит. А Андрей руль держит. И машина маленько так наклонно вперед. Я надернулась и завелась. И уехали. Ну так вот хорошо. Ну а доехали. Тут уже все разобрали. Все сняли. Все в порядке. Всем довольны мы. И уже я в щату рулетку залез. И приезжал брат. Программист. Отличный. Трудно было. Почему здесь трудно? Стали говорить, что не подключаются. Потому что я задолжал. Я говорю, что задолжал? 700 рублей. И они бы давали вместе с меня работать. Да никогда не было. Они заранее обрубают. Потом он созвонился. Ничего нет. Да действительно, говорит. Деньги там есть. А никакого долга нет. Но я сказал еще перевести там. Все давал деньги программисту, чтобы он перевел. Но не взял. Сам сделаю. Он много лет меня держит, ведет. Платит. Созвонили. С два человека. Между собой даже так разговаривали, что один говорит, я буду платить за него. Другой я. Конкурс устраивают. Ну и вот кто там заплатил. Смотрят. Я хочу заплатить. Подаю деньги в руки. Ни под каким видом не берут. Ну и ладно. И кошки по-хорошему. И все. И даже в щад заглянул рулетку. Вот так. Ну на этом будем считать все сегодня. Видео. Продолжение следует...